Уважаемые первокурсники, дорогие друзья, сегодня 1 сентября 2020 года в вашей жизни начинается новый этап. Вы стали студентами Севастопольского государственного университета, с чем я вас от всей души поздравляю. Я думаю, что пройдет совсем немного времени, когда вы поймете, что вам сильно повезло. Учиться в Севастополе и учиться в нашем университете. Университета есть слоган, есть выражение «Море возможностей». И мы действительно стремимся создать для каждого из вас возможности для самореализации. На мой взгляд, в человеческой жизни самое главное, самое важное – это найти свой путь, свое призвание, свою судьбу. Я очень хочу пожелать вам, чтобы вы в стенах Севастопольского государственного университета свою судьбу, свое призвание обязательно нашли. А наша задача – создать условия для того, чтобы вы смогли реализовать себя. У нас есть возможности для того, чтобы вы занимались наукой, чтобы вы получали знания от самых классных специалистов, как от маститых ученых, так и от практиков. Чтобы вы могли реализовать реальные, очень важные для конкретных индустрий, в целом для страны, проекты. Чтобы кто-то из вас смог найти себя в спорте или в общественной жизни. А кто-то, может быть, даже стать предпринимателем и организовать свое дело. Но мне бы хотелось, чтобы каждый из вас помнил, что ответственность за свою судьбу несет каждый человек. И поэтому, что получится в результате, зависит прежде всего от вас. Я очень хотел бы, чтобы вы нашли здесь друзей, друзей по жизни. Потому что именно друзья, которые появляются за студенческой скамьей, зачастую пройдут с вами через всю жизнь и будут помогать на каких-то ее неожиданных поворотах. Поэтому находите друзей и умейте дружить. Поддерживайте друг друга. Севастопольский государственный университет – это большая дружная семья. И мы хотели бы, чтобы вот эта атмосфера дружбы, товарищества, взаимопомощи, она окружала вас и прошла с вами через всю жизнь. Еще вам очень сильно повезло, что вы учитесь именно в Севастополе. Для любого человека, который живет в нашей стране, слово «Севастополь» наполнено особым смыслом. Связанным с именами Суворова, Ушакова, Нахимова, Лазарева, Корнилова, героев Первой и Второй обороны Севастополя. Строителей города, который неоднократно разрушался и каждый раз восстанавливался, давая пример высоты человеческого духа и подлинного мужества. После Крымской войны в городе был, я думаю, известный каждому из вас, писатель Марк Твен. Он писал здесь заметки о путешествии по России. Именно он сравнил Севастополь с троей. Вот события, которые разворачивались здесь в последние века, они, безусловно, по уровню драматизма, по уровню исторической значимости находятся на самой вершине вообще значимости, которая может быть в человеческой истории. Будьте достойны того места, в котором вы учитесь. Берите отсюда все те смыслы, все те образы, которые помогут вам в жизни. Вы учитесь на земле древнего Херсонеса. Я думаю, каждый из вас когда-то обязательно посетит этот город, точнее его остатки, побывает в театре Херсонеса. Представьте, уже две с половиной тысячи лет назад здесь играли актеры, их слушали зрители. Почувствуйте это, почувствуйте, что вы находитесь вместе проникнутым историей, проникнутым смыслом. На этой земле князь Владимир принял историческое решение, которое определило цивилизационный выбор нашей страны. Представьте, кому из студентов современной России повезло учиться в таком месте. Только вам. Я вас поздравляю, я желаю вам успеха, я желаю вам побед. Мы очень рады, что вы пришли в наши стены, потому что лицо каждого университета, жизнь каждого университета, душа каждого университета – это студенты. Все вы молоды и талантливы, перед всеми вами впереди вся жизнь. Поздравляю вас с началом вашей студенческой жизни. Продолжение следует...